Наш с тобой второй урок – это выбор ниши. Многие предприниматели, многие бизнес-лидеры, многие люди-бренды совершают вторую тактическую ошибку. Они не могут определиться, какой конкретной задачей они занимаются. К примеру, самое ужасное, что может сказать себе предприниматель, что я просто зарабатываю деньги. Или, к примеру, разработчики сайтов говорят, мы разрабатываем сайты. С точки зрения выбора ниши ты должен прийти к одному моменту. Человек, который хочет заказать какую-либо услугу, к примеру, разработку лендинга, должен четко понимать, к кому он должен обратиться. И самое прикольное, если первым человеком, первой компанией, которая возникла у него в голове, будешь ты или твой бренд. Собственно, твоя задача, как и была в какой-то конкретный момент у меня. Когда я занимался всем и в какой-то момент времени признался, что я стартап-хирург, я лучший лончер в России и самое главное, я главный специалист по валидации идей проектов. И теперь, когда у любого предпринимателя в России возникает мысль, что у него придумался новый бизнес, единственный человек, к которому он должен прийти, и он это понимает, является Вячеслав Семенчук, он же стартап-хирург. Это человек, который позволяет идеи разложить по полочкам. И самое главное, понять, нужна эта идея кому-то на рынке или нет, кроме самого предпринимателя. К примеру, ты видеорежиссер, и при этом ты объявил на рынке, что ты классно снимаешь видео. Но почему-то клиенты к тебе не идут. Давай разберемся, почему. А потому, что многие твои конкуренты, твои коллеги по цеху четко объявили, что же они делают. К примеру, твои ребята, твои друзья делают видеосъемку свадеб. Как ты думаешь, когда кто-то из их знакомых женится или выходит замуж? Возникает у них мысль обратиться к тебе, который снимает любое видео классно, или к твоему другу, который снимает только видео для свадеб? Ответ прост. Они выбирают того человека, который заявлял, что он решает конкретно ту проблему, которая у них возникла в этот момент времени. А когда у них возникнет мысль, я просто хочу снять видео, они уже придут к тебе. В первом видео я тебе рассказывал о бизнесе в Индеркинде Валерий Зинченко. Когда он запустил свою студию, изначально он пытался делать все. Разрабатывать сайты, мобильные приложения, заниматься поддержкой сайта и даже делать SEO-оптимизацию. Но он столкнулся с тем, что люди просто не понимают, за какой конкретной услугой они могут к нему обратиться. И тогда он принял волевое решение. Он откинул все ненужное и решил специализироваться исключительно на разработке мобильных приложений. Как только он совершил это действие, выручка за первый месяц превысила 8,5 миллионов рублей. При этом, когда он оказывал полный спектр услуг, его выручка редко превышала 1 миллион рублей. Так, на его примере мы видим, как узкая специализация позволяет зарабатывать в 10 раз больше денег. Очень важно выбрать ту нишу или много маленьких ниш, в которых ты специализируешься. И самое главное, заявить об этом на рынке. Самое важное, создать у человека в голове мысль, что он должен обратиться именно к тебе, когда у него возникнет конкретно задача, которую ты решаешь лучше всех на рынке. Подписывайся на наш канал и новый урок ты получишь в следующий вторник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok